Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Значит, этот скандал, вот этот конфликт между Киркоровым и продюсером Лободы Нателлой Крапивиной, наверняка уже все в курсе, что произошло, что случилось. Я публиковал видео, где высказался Киркоров, где высказалось, я считаю, что абсолютно честно, искренне, прямо Нателла Крапивина. Я не то, что на чьей стороне, я просто считаю, что действительно Нателла Крапивина на видео выглядит более твердо, более искренне, более как-то вот уверенно. И то, что она говорит, это близко мне по звучанию, по духу, как я так понял, значит, подавляющему большинству здравомыслящих людей. Дело все в том, что мы с вами неоднократно говорили о, значит, фотошопе, фейс-тюнах, ретуши и так далее, которые используют исполнительность шоу-бизнеса. Мы говорили конкретно о женщинах, да? Потому что, ну, о мужчинах говорить сложно, как-то мужчины меньше это, ну, какой-то грим там, может быть, перед программой наносится и так далее, ну, не больше. Ну, и, конечно, делают тоже всякие разные штуки, но не так это видно. Но в данном случае, пишут Киркоров СМИ, опозорился, значит, на весь белый свет с этим, ну, не то фотошопом, не то, значит, с чем-то, я не знаю, какая программа, не буду утверждать. Но, тем не менее, вот есть два снимка, вот посмотрите, вот это первый снимок, он выложен Киркоровым, значит, собственно говоря, и посмотрите, какой в свои года, так сказать, высокий, можно сказать, статный красавец на этой фотографии представлен, да? И, на самом деле, люди, которые посмотрят, ну, соответствующее представление будут иметь о Филиппе Киркорове с этой точки зрения. Ну, все, фотография, в общем-то говоря, понятна, да. И, вы знаете, дошло до смешного, почему? Потому что Киркоров уже, он все-таки человек, там, где он бывает, там тоже есть люди, и попадаются люди, которые не специально, там, кстати, купленные или работники из его окружения, а отдыхающие на курорте, где, собственно говоря, и он проводит время. И вот одна из отдыхающих на курорте сняла видео, значит, Киркорова, и он на этом видео выглядит, ну, мягко говоря, совсем иначе, нежели чем на той фотографии, которую он сам представил. Вот вы видите сейчас видео на своих экранах, вы понимаете, то есть вопрос в чем? Вопрос в том, вопрос не в том, что я хочу сказать, я вообще по признаку тела, как человек выглядит, мне кажется, нужно быть с очень низким интеллектом, чтобы пытаться человека задеть, там, что он выглядит как-то не так. Я уже приводил тысячу раз пример, когда Соловьев в 2000 году, будучи таким пухляком, очень долго потом худел, очень долго старался привести себя в форму, изнурительные диеты, спорт, там, все подряд. И, значит, как его фамилия, значит, корреспондент этого спортивного, Уткин, Уткин, и Уткин, вы знаете, он такой полный человек, и вот когда у них были заочные баттлы, Соловьев постоянно пытался задеть Уткина весом, жирная утка и так далее. Уткина это вообще никак не задевало, абсолютно, он абсолютно нормально относится, так сказать, к своему весу и к тому, что он вот выглядит вот так, да, но это его не парит. Но почему Соловьев так много говорил об этом сам, потому что это его проблема, понимаете, человек говорит всегда не о проблеме кого-то, он говорит о своей проблеме. Поэтому это была его проблема, ему было очень сложно, то есть это его боль, условно говоря, да, это его боль, похудение, всегда очень такой, ну, изнурительный процесс, когда склонен человек к полноте. И он говорил, вот, пытаясь ранить человека, понимая, что ему это больно, а другому человеку, если это не больно, ему еще пофигу. Понимаете, то есть тело, это, конечно, храм, который нужно, так сказать, в порядке содержать и заниматься спортом, но мы все подвержены изменениям возрастным, в том числе у мужчин появляется, там, живот, у женщины может, так сказать, там, пятая точка измениться и так далее. То есть все, что плюс ко всему, есть заболевания какие-то, болезни, ну, есть очень много всего, что может повлиять на ваш внешний вид, да, что называется. Поэтому я ни в коем случае здесь не говорю, что Киркоров выглядит как-то не так, для его лет, у него там животик и так далее. Ну, то есть он выглядит, просто вопрос в другом, вопрос в том, что транслируется, опять-таки, молодежи и подросткам. Вы скажете, кто смотрит Инстаграм Киркорова? Смотрит, смотрит, потому что он постоянно делает эти коллаборации с, значит, подрастающим поколением, и их, значит, все вот эти поклонники, да, они переходят к нему и смотрят. Плюс ко всему у него свои песни были, довольно-таки он опускал возрастной эксцент, я имею в виду, что там «Цвет настроения синий», слушали все подряд и смотрели. И они, заходя, смотрят, и, понимаете, а человек выглядит вообще иначе. Это фальшивый, иллюзорный мир, для чего его создавать, я не понимаю, понимаете, шоу-бизнес, по всему, ко всему прочему, вот Нателла Крапивина великолепно, просто шикарную речь сказала, я считаю, что это просто проклова в шоу-бизнесе. Я думаю, что это положит начало тому, что что-то начнет меняться, но по сути, вообще, по сути, да, с моей точки зрения, это еще и очень иллюзорный, понимаете, мир, где, где фальшиво все, ну, в буквальном смысле, понимаете, а почему у нас отсутствует, а почему так происходит? У нас отсутствует культура отношения к телу, почему? Потому что вот это происходит, потому что вот то, что видят люди глазами, кажется, что вот все идеальны. Это началось с глянцевых журналов, когда стали выкладывать, потом они все это поняли, что сделали они с людьми, и стали выкладывать плюс сайз там моделей и так далее, полных девушек. Но мир уже очень сложно было изменить, они уже сделали свое дело вот этими, все-то думали, что гламурные красотки, там высокие, длинные ноги, а это все вытягивали в фотошопе, там делали, они вообще отличались абсолютно. Сделали искусственный иллюзорный мир, понимаете, и ему нужно соответствовать, поэтому если ты выкладываешь фотографию в инстаграм, вот я смотрел буквально вот на днях, девушка стоит рядом, выкладывает фотографию в инстаграм, она стоит подбирать эти фильтры вот до бесконечности, понимаете, там, чтобы, там какие-то есть фильтры, где там неровности лица там убираются, и так, что там вообще, что только нету. И вы понимаете, в чем дело, я стою, я просто удивлю, ну я в ужасе, потому что я понимаю, что это вот искусственный мир, вот он здесь, не только среди знаменитостей, вот обычный человек стоит, подбирает, так сказать, чтобы не выглядеть так, как он выглядит на самом деле, а чтобы предстать вот искусственным иллюзорным миром. Почему? Для чего? Я не понимаю. Пусть каждый выглядит так, как выглядит, это естественно, ничего страшного в этом нет, мы должны полюбить свое тело, полюбить себя и любить себя такими, какие мы есть. Вы понимаете, здесь почему еще двуличие такое есть, потому что Киркоров везде говорит, там, любовь, любить себя, я люблю себя и так далее, это человек, мое мнение, субъективно оценочное, да, друзья, мне так кажется, с очень заниженной самооценкой, потому что если он, понимаете, если бы он говорил, любовь к себе и так далее, вот какой он есть, он бы такой фотографировался и было бы все равно, и люди бы те, которые действительно, там, фанаты его реально, да, они бы воспринимали это так, как есть. Можно, господи, сфотографироваться какой-то есть, написать, что я работаю над своим телом, хожу, там, в зал, там, плаваю или еще что-то. Да, это естественно, это, по крайней мере, честно, зачем пытаться выглядеть и быть таким, каким ты не являешься, в чем смысл пытаться, там, выглядеть, вот, каким-то двухметровым, там, красавцем, так сказать, если ты совершенно выглядишь на видео по-другому. Поэтому люди в СМИ написали, что это позор натуральный. Не знаю, друзья, иллюзорный, вот, фальшивый мир, и, знаете, от чувств, начиная фальшивых, до внешнего вида фальшивого, надо быть, как-то, чтобы было больше настоящего, больше настоящего, действительно. И в отношении внешнего вида, я считаю, понятно, артист, там, люди посмотрят. Я думаю, знаете, если бы он выложил фото так вот, как вот, девушка, женщина сняла на видео, отдыхающая, я думаю, что он бы произвел еще больше, так сказать, шуму наделал, как он выглядит. И я думаю, что это, по крайней мере, было бы честно. Вот отсюда и фонограмма берется. Фонограмма же тоже фальшивая. Понимаете? То есть, рот открываешь, а люди сидят, слушают запись в магнитофоне. Ну, грубо говоря. Фальшивая во всем. Страшный мир. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Напоминаю, что есть Инстаграм. Вы можете прислать интересную новость, она обязательно пойдет в эфир. Если вы видите какие-то интересные новости, не проходите мимо, присылайте. Порой какие-то интересные новости очень сложно все подряд увидеть. Присылайте сообщения, участвуйте в прямых эфирах. Будда Гришна, нижняя подчеркивая, единичка на латинице, или на русском Будда Гришна, рядом три российских флага. Это мой Инстаграм. Всем пока, друзья, до встречи.